Приветствуем всех почитателей онлайновых игр и всех тех, кто только планирует пополнить почётные и стройные ряды любителей МорПГ. Сегодня мы поведаем вам об уже свершившемся знаменательном событии в мире популярной онлайновой ролевой игры EverQuest 2, о запуске первых PvP-серверов, а также о самой PvP-системе в теории и действии. В качестве видеоряда мы выбрали тему охоты на фрипортовцев в пригородной зоне фрипорта Камон Лэндс. За основу разделения игроков на оппозиционные стороны в игре берётся конфликт между двумя мегаполисами – Кейносом, город хороших, и Фрипортом, город плохих. Соответственно, первая и, пожалуй, самая важная мотивация игроков к объединению – это отсутствие возможности общаться с представителями другого города. Каждая сторона говорит на своём языке. Граждане Кейноса на антониковском языке – обитатели фрипорта на лукониковском. Это означает полную изоляцию игроков одной стороны от другой. Ты не сможешь посылать приватные сообщения или письма по почте игрокам другого города. Не сможешь пользоваться услугами чёрных брокеров, которые на ПВЕ-серверах позволяют приобретать товары другого города. Не сможешь вступить в гильдию, основанной в другом мегаполисе. Даже произносимые во время боя реплики на экранах оппонентов будут выглядеть как набор непонятных иероглифов. Подобная изоляция не только мотивирует игроков к дружескому взаимодействию между собой, но и сводит на нет всевозможные всплески негодования в виде оскорблений и угроз от особо импульсивных или просто нервных личностей. Сказать проще, все оппоненты для игрока представляются как необычные монстры, только наделённые человеческим разумом вместо компьютерного интеллекта. Многие игроки при обсуждении PvP до его запуска переживали за дисбаланс классов, думали и гадали о возможных изменениях, о том, какой класс порежут, а какой наоборот наградят ценными боевыми плюшками. Разработчики же решили этот вопрос без внесения каких-либо изменений в существующий механизм заклинаний и боевых навыков. Они просто создали параллельную систему модифицированных заклинаний для PvP-боёв, сохранив при этом прежнюю систему PvE для классического общения с мобами, компьютерными монстрами. Разобраться в новой системе не составит особого труда. При просмотре любого из заклинаний в самом описании появился чекбокс PvP, ставьте галочку и смотрите действия того же заклинания при его использовании на людях. К примеру, класс лекарей в основном имеет увеличенный показатель у всех заклинаний на урон, а любой из DPS-классов наоборот уменьшенный. Что касается класса бойцов, то они по-прежнему исполняют свою роль большого куска мяса, принудительно прилепляя курсоры врагов на себя с помощью основного навыка вызова агрессии. С режимом невидимки разработчики поступили весьма корректно. Ты видишь всех вокруг себя только в небольшом радиусе, что в принципе позволяет беспрепятственно перемещаться, но при этом делает невозможным попытку безнаказанно покинуть бой, спрятавшись в тени, если, например, выяснилось, что ничего хорошего во встрече с врагом тебе не светит. Также любопытно работает навык монахов и громил притвориться мертвыми. При его использовании во время боя у врагов попросту теряется цель, и чтобы продолжить наносить урон, приходится выбирать ее повторно. Порою выигранные таким маневром секунды могут спасти жизнь игроку или переломить ход боя. Если изменить ход боя не удалось, то тебя ждет неизбежная смерть с довольно тяжелыми последствиями. Первое, что ты теряешь, это часть денег, приблизительно 40-70% от суммы. Отсюда быстро усваиваемая рекомендация – хранить все нажитое и награбленное в банке. Предметов это тоже касается, это как раз второе, что теряет игрок при смерти. Шанс потерять одну из вещей инвентаря невелик, но от таких случаев никто не застрахован. Однако не может не радовать, что надетое на тебя и все то, что имеет атрибут No Trade, не подлежащее продаже, не может быть утеряно на поле боя. Третий негативный момент – это дебет, долг, накладываемый на получаемый персонажем опыт, который сокращает его последующее поступление на определенную долю. В среднем он больше, чем на ПВЕ, но не столь критичен. Четвертое, о чем также стоит упомянуть – это место появления персонажа. После смерти иногда их пасут, но сразу после респауна тебя убить нельзя. Система временного иммунитета препятствует этому. Заметил большую толпу врагов? Не мешкой, включай телепорт в город или делай кемп. Можно, конечно, попробовать убежать. Все зависит от уникальных особенностей выбранного тобой класса. Скауты, например, могут включить спринт и, немного оторвавшись от преследователей, прямо на бегу уйти в тень – режим невидимки, после чего сразу сменить направление движения. В общем-то, без скаутов в группе за стены города лучше вообще не выбираться. Они не только могут спасти всю группу с помощью навыка эвакуации, но и отлично справляются с повседневной задачей – выслеживанием дичи. Да, и о приближающейся опасности, которую разглядеть воочию не всегда представляется возможным, скауты также дадут знать первыми. Хочешь убивать много, а умирать мало – захвати с собой персонажа этой специализации. А ведь жажда массовых убийств рано или поздно одолевает игрока. Ведь убивая, геймер получает и опыт, и содержимое вражеских кошельков, и даже фракционные очки – статус-поинты, которые так трудно было зарабатывать на ПВЕ-серверах. Действительно, зачем выполнять какие-то городские задания или трудные квесты населения, когда можно банально уничтожать врагов нон-стоп? С этой точки зрения текущая система ПВП полностью меняет прежний спокойный дух игры на атмосферу вечной войны, превращая мир Эверквеста в жестокую школу выживания. Забудь о двух тысячах квестов, забудь о соло-прокачке на монстрах в открытых зонах, вспомни лучше о своей реакции, интуиции и хладнокровии. Мысли расчетливо и играй в сбалансированных группах – все это – залог успеха. Особо успешных персонажей легко отличить по титулу, который размещается перед ником игрока по мере его карьерного роста. Убиваешь часто и умираешь редко – получи титул Хантер. Убиваешь еще больше, погибая также редко – прими очередной титул Слейер и так далее. Но став жертвой враждебных охотников несколько раз подряд, ты теряешь приобретенное звание. Набирать заветные фраги, конечно же, проще на низкоуровневых игроках, чему отчасти препятствует зональная система ограничений. Работает она следующим образом. До 10 уровня ты можешь бегать, не опасаясь за свою шкуру. Никто из игроков города-оппонента не имеет права тебя трогать, пока ты сам не проявишь агрессию по отношению к ним. По достижению 10 уровня тебя может атаковать любой – персы от 10 до 18 уровня в ближайшей к городу зоне. И чем дальше ты отдаляешься от города, тем выше поднимается эта планка уровней, вплоть до ее полного исчезновения в таких зонах как Desert of Flames или Kingdom of Sky. Там можно убивать персонажей с любой разницей в уровнях. Надоело сражаться? Возвращайтесь в родной город, там не тронут. Хотя могут напасть и на сам город, но если ты не записался добровольцем на защиту города, то решение, вступать в бой с налетчиками или нет, будешь принимать только ты сам. Напоследок хочется отметить, что правила PvP изменяются очень динамично. За две недели было внесено более десятка доработок и исправлений. Что будет через месяц, сказать трудно, и возможно, что когда ты смотришь этот ролик, многое из рассказанного уже успеет измениться до неузнаваемости. За пару бессонных ночей, проведенных на PvP-сервере, сложилось двоякое впечатление об игровом процессе. С одной стороны, очень динамичный геймплей, умные противники в качестве вечных целей – все то, чего, как говорится, не хватало. И все же чувствуется, что это уже совсем не тот добрый мир Эверквеста, а какой-то чужеродный аналог, которому скорее больше подойдет название Эверфраг. Весело и задорно, но что-то совершенно другое. Проходит какое-то время, и поневоле начинаешь скучать по насыщенной добрым волшебством атмосфере спокойствия PvE-сервера. А вернувшись на PvE, наоборот, вспоминаешь всплески адреналина, которые могли заставить сердце биться чуть чаще, оставляя в памяти неподдельно яркие кадры побед и поражений. Субтитры создавал DimaTorzok